Все, конечно, знакомы с болями в желудке, но часто к ним относятся как болезни несерьезные и годами терпят неприятные ощущения. Ну, аргумент понятен. Гастрит – дело распространенное, и от него еще никто не умирал. Так ли это? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Олег Фатенков, врач-терапевт, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, главный внештатный специалист по терапии общей врачебной практики Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Напоминаю, что доктор у нас врач-терапевт, значит, он знает про все и обо всем, поэтому можно звонить в студию, задавать вопросы. Но на самом деле вот текущая неделя Минздравом России определена как неделя профилактики болезней желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если вы не против, Олег Вениаминович, я предлагаю такой некий ликбез по ЖКТ сегодня провести. Попробуем разобраться, где там что находится и как с этим не бороться же, да, жить. Вы очень правы. Как это предотвратить? Естественно, вы начали с самого грозного симптома болезней желудочно-кишечного тракта – это боли. Вот болей у человека не должно быть в принципе, а болей в животе особенно. И, к сожалению, мы должны с вами констатировать, что распространение хронического гастрита, в отличие от всех других заболеваний, сейчас носит повсеместный массовый характер. Поэтому, если все-таки вы испытываете неприятные ощущения в подложечной области, то я настоятельно рекомендую, не откладываясь, ходить к своему участковому врачу, врачу общей практики, и провести диспансерное обследование. Будет выявлено заболевание, будет своевременное лечение назначено, и вы будете себя чувствовать хорошо. Но это вот такая вводная ваша в сегодняшнюю тему получается, да? Совершенно верно. Олег Вениаминович, вот вы уже сказали, что какие-то сигналы о том, что что-то не в порядке – это боли. Но понятно же, что в желудке боли может быть, знаете, как нот, наверное, на клавиатуре, разной интенсивности, разной локализации. А можно ли сделать такую энциклопедию болей и примерно разобраться, вот какая боль, о чем может свидетельствовать? Ну, прежде всего, нужно помнить о том, что боли, связанные с поражением желудочно-кишечного тракта, связаны тем или иным образом с приемом пищи, с характером питания и с кратностью приема пищи. Вот, собственно говоря, эта прямая связь, она позволит отдифференцировать, отличить боли, связанные с желудочно-кишечным трактом и боли, связанные с поражением других органов. А далее пройдем сверху вниз. И так, возможно, появление изжоги. Думаю, что многие ее испытывали. При, чаще всего, нарушении диеты. Это такое жжение пониже, чем горло. Жжение, да, в нижней третьей грудины, фактически. Очень часто пациенты путают и не понимают, что это боли в сердце или боли в желудке, боли в пищеводе. Так вот, отличие как раз в том, что оно связано с нарушением диеты, а не с физической или эмоциональной нагрузкой. Вот это первая проблема. Вторая проблема, чуть ниже, в подложечной области, боли, если располагаются, то это, скорее всего, проявление гастрита, либо язвные болезни желудка. Далее мы смотрим на подреберье. Боли в правом подреберье характерны для обострения холецистита. Боли в левом подреберье характерны для заболевания поджелудочной железы. Если боли локализуются в околопопочной области, то это, скорее всего, связано с поражением либо 12-перстной кишки, либо тонкого кишечника. И в нижних отделах живота, если справа, то возможно, что это аппендицит у пациента, и тут уж медлить не нужно, сразу нужно обращаться к врачу. И если в нижней части живота слева, то это, скорее всего, прямая кишка. Вот такая вот примерная анатомия. Вы знаете, у обывателя ведь зачастую очень странное представление об организме, например, что печень болит слева, что желудок находится где-то в тазу, ну и тому подобное. Вот вы сейчас, в принципе, немного уже прошли по ЖКТ. Может быть, тогда есть смысл еще сейчас все-таки назвать органы, о которых мы говорим? Ну, естественно, может поражаться пищевод, вот с ним изжога-то как раз и связано. Про живудок я уже сказал, это гастрит, язвенная болезнь. Хронический холецистит – это воспаление желчного пузыря. Соответственно, он расположен в правом подреберье. Панкреатит находится у нас, на самом деле, в большей степени слева, поэтому и болевые ощущения локализуются слева в подреберье. Ну, иногда они могут отдавать в спину эти болевые ощущения. Про тонкий кишечник я сказал, просто анатомически он расположен, ну, в окружении пупка, поэтому там боли ощущаются. Про аппендицит я думаю, что знают уже все, и, соответственно, его локализацию, и когда там боли возникают справа внизу живота, то нужно немедленно обращаться к хирургам. Но только она иногда не только там возникает, насколько мне известно. Совершенно верно, но чаще всего мы говорим об этом. В любом случае, я начал с этого, что боли у человека быть не должно, особенно боли в животе. И если только они появляются, медлить не стоит, нужно сразу обращаться к медицинской помощи. Ну, мы, поскольку сегодня с вами уже затеяли такой ликбез, то я опять про обывательские мнения, впечатления, вот что из себя представляет желудок. Ведь, в общем-то, многим кажется, что это просто такое вместилище, куда сбрасывается пища и, собственно, и все. На самом деле желудок – это достаточно тонко устроенный орган. Это фактически полифункциональный орган, и пищеварение является только лишь одним из факторов, которые он обеспечивает. Он участвует еще и в кроветворении, и в эндокринной функции участвует. Поэтому, конечно, желудок совершенно необходим, и нужно содержать его в порядке. Вот почему мы говорим о правильном образе жизни и нормальном режиме питания. Собственно говоря, вот гастрит-то чаще всего источником своим имеет нарушение этого как раз порядка приема пищи, кратности и характера приема пищи. Ну, просто давайте соотнесем наш образ жизни с тем, что нужно сделать. Итак, физиологической нормой питания является прием пищи не менее четырех раз в день. Так, я вот вас сейчас прерву, потому что у нас есть звонок, послушаем зрителей. А про питание вообще мы с вами еще сегодня поговорим обязательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотела спросить у доктора. Вот у меня хронический панкреатит, хронический институт. А как примирить вот этих двух взглядов урагов, печень и пушеводочную, когда печень любит и сладенькая, и горяченькая, и физическая оптихность, а для пушеводочной надо гонс, холст и покой. Если такое лекарство, чтобы, возможно, ну, выпить, допустим, там, с таблеточкой, поесть что-то вкусненькое, ведь только диета спасает. Спасибо. Вам просто приз за формулировку вопроса. Вы на самом деле ответили уже сами на свой же вопрос. Все-таки основа лечения заболевания и желчного пузыря, и поджелудочной железы – это соблюдение диеты. Я понимаю, конечно, что хочется вкусненького зачастую, но, к сожалению, это вкусненькое как раз приводит к обострению этих заболеваний. Все, что вкусно, все вредно. И они одно другого потенцируют, и поэтому все-таки я смею настаивать на том, что еще до медикаментозного лечения нужно придерживаться достаточно строгого соблюдения диеты. И тогда, возможно, и лекарства в таком количестве не потребуются. Ну, а вот по поводу того, что это два заклятых врага, что скажете? Они не два заклятых врага, не два заклятых врага человека. На самом деле это родные сестры, которые друг другу сопутствуют и утяжеляют одно другое. И я уже начал с того, что, к сожалению, источником их чаще всего, ну, практически в 100% случаев является нарушение режима питания. Это для панкреатита прием алкоголя, а для желчного пузыря – это жирная жареная пища. И вот, как правило, к сожалению, злоупотребление такого рода продуктами сразу приводит к поражению этих органов. Возвращаясь к желудку, мы с вами говорили о том, какой это сложно устроенный орган. Я читала, что даже стенки желудка, сокращаясь для переработки пищи, ну, я так примитивно говорю, да, они сокращаются каждое в разном направлении и с разной частотой. Это действительно так? Ну, это, естественно, поскольку у желудка содержат гладкомышечные элементы, которые способствуют, благодаря своему сокращению, не только перемешиванию пищи, но и перистальтике. Кстати, это очень важный момент в понимании сущности возникновения изжоги. Возникновение изжоги как раз связано с нарушением перистальтики желудка и забросом желудочного содержимого в пищевод. И вот это желудочное содержимое начинает пищевод разъедать, поражая его и вызывая воспаление. И вот это воспаление приводит к этим неприятным ощущениям в нижней трети грудины. Поэтому перистальти к работе мышечной стенки желудка очень важна для человека. И вот мы сейчас уже начали почти говорить, почти, о питании, но разные виды питания, то есть белки, жиры, углеводы и так далее, которые разное время задерживаются в желудке, да, с чем это объясняется? Ну, это связано со скоростью переваривания компонентами желудочного сока этих продуктов. Но тут нужно еще что отметить, что на самом деле, если мы говорим о соблюдении диеты, то она подходит именно для больных людей. Все-таки здоровых людей морить голодом и соблюдение диеты совершенно нет необходимости. Я с этого начал, что для здорового человека нужно соблюдение режима питания. И когда я буквально недавно консультировал пациентку и услышал о том, что она питается два раза в день, и при этом испытывает болевые ощущения, да, то я сразу сказал, что вот эти болевые ощущения у вас как раз и связаны с неправильным приемом пищи. И с развившимся в результате этого и гастритом, и рефлюксом и так далее. И уже просто элементарная нормализация режима питания чаще всего вызывает улучшение состояния пациента. Но есть же тут тоже разные мнения. Вот, например, есть все-таки часто понемногу, либо там пару раз в день действительно поесть. Вы знаете, вот пару раз, к сожалению, не является физиологической нормой. А сколько является? Три? Не меньше четырех. А, четырех все-таки. Да, а лучше пять. Особенно это касается, конечно, пациентов с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Вот уж тут это должно стать непреложным правилом. Мне кажется, что вот в эту категорию, не знаю, наверное, 90% населения входит пациентов с заболеванием. Мы будем стараться изменить эту ситуацию. Сегодня будем стараться особенно. Итак, какие все-таки заболевания желудочно-кишечного тракта чаще всего встречаются? Чем мы чаще всего страдаем? Ну, на первом месте сейчас, конечно же, стоит язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. В последнее время ученые доказали, что это заболевание, кроме стрессовых факторов и неправильного режима питания, вызывает бактериальный агент Helicobacter pylori, обсеменение которого приводит к поражению избирательно стенки желудка, 12-перстной кишки и возникновение этих язв. Врачи уже давно научились диагностировать эту патологию и успешно с ней справляются. Что это за зверь вообще такой, этот Helicobacter, который всех пугает? Бактериальный агент, который избирательно выбирает местом своей жизни слизистую оболочку желудка и поражает его в силу развития своей жизнедеятельности. Ну, как, собственно говоря, любая бактерия, которая, например, вызывает поражение других органов, пневмония вызывается с пневмококом и так далее. Вот эта бактерия давно уже была обнаружена. Кстати, Нобелевскую премию дали за ее обнаружение ученым в свое время. Вот. И, как всякая бактериальная инфекция, она, естественно, лечится, но лечиться нужно, конечно, не самостоятельно, а все-таки под наблюдением врача. Она лечится один раз или может прийти снова? К сожалению, она может прийти снова. Вот почему диспансерное наблюдение таких пациентов – это константа, и нужно обязательно его ежегодно проходить. Больше того, удивительно, но факт, что заболевание желудка, 12-перстной кишки и желудочек, кишечного тракта, имеет свойство обостряться весной и осенью. Поэтому есть даже термин так называемое противорецидивное лечение. Если у вас происходит такого рода заболевание развития, то стоит сходить к врачу не одиннажды, а, может быть, даже два раза в год. А откуда мы берем этот хеликобактер? Ну, к сожалению, внешняя среда нам дарит все эти вот болезнодорные факторы. То есть его можно съесть? Да, в том числе, конечно. Конечно, да. Как всякая бактериальная инфекция. Я напомню зрителям, что сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист по терапии общей врачебной практике Минздрава Самарской области Олег Фатенков. И мы поставили сегодня задачу сделать так, чтобы органы желудочно-кишечного тракта у всех были здоровыми. О, как замахнулась я. Хорошая задача. Мы ее выполним. Хорошая задача. К нам в студию можно позвонить. 202-11-22. Олег Вениаминович отвечает на ваши вопросы. Не только на мои. Ну, вообще-то, ведь не секрет, что очень популярный способ лечения болей в желудке – это пойти в аптеку, сказать, дайте мне что-нибудь от желудка. Там дадут. Выпить пару таблеток. Если поможет, таблетки забрасываем куда-нибудь в аптечку. Если уж совсем худо, начинаем звонить знакомым. Посоветуйте, пожалуйста, гастроэнтеролога хорошего, к которому можно пойти. Ну, вот, собственно, все-таки при каких симптомах прям вот бежать надо? Ну, как бы мы ни говорили о том, что стоит регулярно показываться доктору, проходить диспансеризацию, сейчас вот хотелось бы услышать симптомы, которые вот уже прям не позволяют откладывать визит. Мы их перечислим. Про боли мы уже подробно рассказали изжогу. Ну, что еще может беспокоить человека? Может беспокоить вздутие живота. Мы называем это термином метеоризм. Когда повышается количество газа в желудочно-кишечном тракте, они более обильно отходят. Это тоже признак патологии, к сожалению. Ну, кроме всего прочего, что еще может беспокоить человека? Есть, на самом деле, большая когорта так называемых сосудистых заболеваний кишечника. В этом случае при приеме пищи у человека из-за дефицита кровообращения в кишечнике наблюдается также неприятные ощущения, выраженные болезненные ощущения по ходу кишечника, связанные с приемом пищи. Дальше есть еще заболевание грыжи пищеводного отверстия диафрагма. В этом случае в процессе приема пищи возникают неприятные ощущения у пациента. Может быть даже демпинг-синдром, так называемая повышенная потливость, неприятные ощущения, голодные обмороки. В этом случае люди вынуждены даже ложиться настолько плохо им, чтобы вот эти вот неприятные ощущения преодолеть каким-то образом. Ну и очень важно с утра проанализировать, какой, собственно, вкус во рту у пациента. Кислый вкус во рту будет говорить о гастрите, горький будет говорить о холецистите, металлический вкус во рту будет говорить о панкреатите. И вот комплекс этих неприятных ощущений как раз и должен вам сигнализировать о необходимости сходить к врачу. Кстати, вот вы сказали о гастроэнтерологе, я бы посоветовал сходить не к гастроэнтерологу, а к терапевту. Он разберется, вот на моем примере я вам жалобы простые перечислил, и если есть необходимость в консультации дополнительной, то он, конечно, направит вас к гастроэнтерологу, но, скорее всего, что терапевт и сам справится и назначит необходимое обследование и лечение. А давайте мы сейчас вместе со зрителями узнаем новости здравоохранения, затем продолжим разговор в студии. В клиническом госпитале для ветеранов обновили отделение медицинской реабилитации. На ремонт и закупку оборудования ушло 8 месяцев. За 2023 год в госпитале прошли лечение 440 человек, участники СВО и члены их семей, а также 120 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В больнице Ярошевского установлена новая автоматизированная система для проведения исследований параметров глаза пациента. Она предназначена для эффективного и безошибочного исследования остроты зрения, подбора очковой коррекции, а также измерения внутриглазного давления. В подразделениях больницы установлены 8 таких систем. Ежегодно врачи консультируют более 150 тысяч человек. В поликлиниках региона прошли дни семейного, женского и мужского здоровья. Тысячи жителей проверили основные показатели своего организма. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение факторов риска хронических заболеваний и раннее выявление недугов. Эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная. Под амбулаторным наблюдением врачей находятся почти 18 тысяч взрослых и детей с ОРВИ. В поликлиниках работают 110 фильтрбоксов и 220 мобильных бригад. В семи медорганизациях развернуты 370 коек для пациентов с COVID-19. Более половины из них свободны. В городской больнице номер 5 работает новый центр амбулаторной онкологической помощи. Специализированное отделение было открыто в 2023 году. Центр обслуживает почти 350 тысяч жителей Кировского района и ближайших территорий. За время его работы помощь получили более тысячи пациентов. Мы снова в студии. У нас сегодня в гостях врач-терапевт Олег Платинков. Мы говорим о болезнях желудочно-кишечного тракта. И мы работаем в прямом эфире 202, 11, 22. И время еще немного есть. До конца эфира можно позвонить к нам в студию. Я вот не про гастрит хотела бы вас спросить, а про такое модное современное заболевание, не знаю, насколько оно современное, это синдром раздраженного кишечника. Вот много в последнее время об этом говорят. И что это на самом деле такое? Ну, к сожалению, это сейчас достаточно распространенные заболевания, полиэтиологичные, как говорить, то есть много причин, которые могут привести к этому. И оно приводит к нарушению стула характера. Вот, соответственно, если есть, ну, русским языком назовем, понос у человека, да, то, соответственно, это как раз укладывается в синдром раздраженного кишечника. К сожалению, этот синдром, он наблюдается при массе различных заболеваний, и вот тут для точной диагностики уже потребуется, конечно, консультация гастронтролога, и, возможно, даже лечение в отделении гастронтрологии, которые, кстати, в Самарской области развернуты, на базе пятой медсанчасти, клиник САМГМУ, и там такого рода консультативную помощь, лечебную, можно получить. Ну, а вот все-таки среди причин как раз этого синдрома очень часто называется психосоматика, не только перенесенные какие-то инфекции. И это тоже не всем понятно, что значит, то есть получается, что у тебя что-то где-то не в порядке, ты переживаешь или что-то еще, и раз, и расстройство стула. Есть такое очень хорошее выражение популярное, мы то, что едим и пьем. Это говорит о том, что с желудочно-кишечным трактом, с его состоянием, абсолютно напрямую связь всего организма. Естественно, что центральная нервная система реагирует в состояние желудочно-кишечного тракта, подвержена в первую очередь изменениям, она сигнализирует о том, что что-то не в порядке. Поэтому, конечно, психосоматика, она, ну, олицетворение такого рода проблем у человека, и она не только человеку, но и врачу сигнализирует, что человеку что-то не так, и нужно на него обратить более пристальное внимание. Эти люди, на самом деле, в силу вот этого вот эмоциональной лоббийности, этого плохого самочувствия, они, как правило, предъявляют гораздо больше жалоб, чем традиционные какие-то, ну, бытовые наши отношения. И, как правило, к сожалению, это приводит к какой-то повышенной раздражительности, нетерпимости в отношении с окружающими. Но для врача-то это лишний сигнал, что нужно этому пациенту уделить большее внимание. Это такое, такие нейронные связи между головой и кишечником? Совершенно верно. Которые сначала еще не проявляются, но, тем не менее, эмоциональные реакции уже присутствуют. Да, а они уже общаются между собой. Совершенно верно. А у нас есть звонок, мы общаемся со зрителями. Алло, здравствуйте. 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 Я хотела задать вопрос. Я сделала гастроскопию, и в заключении написали гиперплазия, а глуплица. Или неоплазия. Вот что это такое? Ну, в этом случае нужно обратиться за результатами цитологического исследования к своему врачу, и он расшифрует, а, собственно говоря, что же это за образование обнаружено в желудочно-кишечном тракте. В первую очередь, наверное, нужно исключить традиционные заболевания гастрит, а может быть даже и некое опухолевое образование. Это должен сказать врач-специалист, который посмотрит результаты биопсии. Да, мы благодарим вас за звонок, а я хочу вернуться опять-таки к синдрому раздраженного кишечника. И вот получается, что если причиной этого, в случае, когда причиной этого является психосоматика, то получается, что, по сути, вот этот синдром связан с нарушением нервных окончаний. И вот как бы это странно ни звучало для нашей страны, это часто звучит странно, то получается, что лечить это нужно антидепрессантами. Ну, здесь в данном случае, конечно, нам нужен будет совет соответствующих специалистов-психиатров, но я всегда призываю начать лечение любое с нормализации образа жизни. Вы знаете, до медикаментов мы всегда еще успеем дойти. Источник все-таки всех проблем наших – это, как правило, неправильный образ жизни. Если простая нормализация образа жизни позволит преодолеть вот эти неприятные ощущения человеку, то это будет великое дело. А в том случае, если уже, конечно, после нормализации образа жизни, характера питания, соблюдения диеты, все-таки изменений в лучшую сторону не будет, вот тогда уже нужно следовать к врачу, который назначит соответствующее лекарство. Но не стоит спешить сразу бросаться за каким-то чудодейственными средствами. К сожалению, панацею пока никто не изобрел. Ну, у нас антидепрессантов, кстати, действительно ведь очень сильно боятся, наверное, путая их с транквилизаторами и опасаясь, что если ты начнешь принимать этот препарат, то все, тебе обеспечено существование овощного. Если препарат назначен врачом соответствующего профиля, по показаниям, конечно, я его поддержу. Для этого у нас существует форма медицинских консилиумов, когда мы вырабатываем совместное мнение о состоянии здоровья пациента и намечаем совместно план лечения этих пациентов. Вот в этом случае, еще раз я говорю, под контролем врача, а может быть, группы врачей, стоит этим заниматься. Но ни в коем случае не самостоятельно. На обывательский уровень. Вот часто в народе говорят, гастрит обострился. Но ведь гастрит, если я сейчас правильно сформулирую, это воспаление слизистой оболочки желудка, и он как раз не болит, и определяют его только во время прохождения ФГДС, то есть вот так называемую трубку, лампочку, там, ну кто как говорит, обследование. Тогда что у нас обостряется? К сожалению, гастрит болит. Так. Собственно, слово гастрит, если я расшифровать, это воспаление слизистой оболочки желудка. Любое воспаление проявляется в первую очередь болевыми ощущениями. Боли становятся постоянными, они ухудшаются, утяжеляются при приеме пищи, сопровождаются изжогой, отрыжкой, рвотой, возможно. Вот в этом случае уже деваться некуда, нужно идти к врачу, делать фиброгастроскопию, и по результатам ее, получив заключение, проходить соответствующее лечение. Гастрит – это неизлечимое заболевание? Ну, я оптимист, да. Есть масса возможностей для лечения, начиная от медикаментозного и заканчивая санаторно-курортным лечением. Если уж не излечения, то длительную ремиссию совершенно по силам добиться. Тем более, если это геликобактер пилориассоциированная гастрит. Знаете, готовилась к программе, прочитала очень интересное интервью гастроэнтеролога, и, например, она пишет о том, что отрыжка после еды – это нормально, урчание в животе – это нормально. Ну, то есть, это может о чем-то говорить, но не обязательно это является каким-то нарушением здоровья желудочно-кишечного тракта. Нормально ли это? Это может говорить о нарушении характера питания. Например, отрыжка воздуха может быть в том случае, если человек достаточно большое количество газированной воды выпил. В этом случае это может быть. А вот если отрыжка будет кислым, горьким, тухлым, вот это уже признак заболевания. Нужно различать эти состояния. Ну, и сюда же, наверное, вопрос про запах изо рта, когда говорят, что, ну, раз он есть, значит, что-то у тебя с желудком не в порядке. Да, я бы даже начал с ротовой полости. Не случайно нам стоматологи в этом случае тоже помогают. Все-таки нужно и проходить лечение зубов у пациентов. Ну, и если есть все-таки запах непрекращающийся, то, конечно, нужно обращать на это внимание и разбираться, собственно, в чем его причина. Ну, а на основе вышесказанного все-таки вот какой именно чекап, в каком возрасте, как часто вы бы рекомендовали делать людям, которые беспокоятся о своем здоровье? Вы знаете, все это прописано в программе диспансерного наблюдения у нас в поликлинике, поэтому я рекомендую, может быть, еще и сейчас, даже не поздно, все поликлиники работают до восьми, дойти до своего участкового врача, кабинет медицинской профилактики, записаться на диспансеризацию, пройти ее, и все, что необходимо пациенту, будет сделано. Ну, а традиционно это, начиная от опроса, заканчивая физическим осмотром врачом пациента и фиброгастроскопией. Вот этот стандарт, который, как правило, позволяет верхнюю часть желудочно-кишечного тракта исследовать. Если проблема касается нижележащих отделов, то врач после соответствующего обследования физикального назначит такие инструментальные сложные методики. Никто добровольно на фиброгастроскопию не пойдет, если уж что-то не очень беспокоит? Вы знаете, всегда нужно помнить, что, к сожалению, гастрит, даже банальный, итогом своим может иметь рак желудка. Вот если на весах взвешивать риск рака и неизлечимого заболевания с тем, что все-таки можно с помощью профилактических мероприятий элементарных предотвратить его, то я думаю, что выбор будет в сторону профилактики все-таки, в том числе фиброгастроскопии. То есть то, с чего я начала программу, что от гастрита еще никто не умирал, вопрос спорный. От гастрита никто не умирал, а от его осложнений возможно. Поэтому давайте не будем до этих осложнений доводить. Итак, вот в течение 20 секунд, получается, наши главные советы сегодня, чтобы выполнить задачу, которую мы задумали. Нормализацию режима дня, нормализацию режима питания. Четыре раза мы уже с вами договорились. В характере пищи все-таки стоит использовать химически щадящие способы приготовления и отказ от злоупотребления алкогольными напитками. Спасибо, Олег Вениаминович. Пожалуйста. Мы благодарим всех, кто был с нами. Пожалуйста, будьте здоровы, не болейте. Прислушивайтесь к рекомендациям доктора. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова